Около тысячи зрителей собрались на Люберецком стадионе «Урожай», чтобы насладиться фольклорным фестивалем «Народные потехи». Участники попробовали себя в плетении из лозы, изготовлении глиняной посуды, а также в кожевином и кузнечном деле. Концерт, катание на деревянных каруселях, разнообразные игры. Такие развлечения подготовили для гостей организаторы мероприятия. В этот день у нас программа немножко отличается от молодежной, как на всех наших таких мероприятиях массовых. Тут больше представлено такое народное творчество, мастер-классы, клубоисторической реконструкции, аттракционы, которые были раньше у нас на Руси. То есть такой развлекательный праздник для жителей нашего городского округа. Освоить азы разнообразных ремесел, послушать игру на гитаре, баяне и гуслях, выпить чаю самовара. На фестивале можно было найти занятия на любой вкус. Мне все понравилось. Руссконародная одежда, это все очень красиво, все хорошо. Но кому наряды, а кому прикладные навыки? Как создать из ивового прута красивые изделия? Свою уникальную программу обучения плетению предложил Алексей Смирнов. Так, чтобы керамист на гончарном круге работал, кузнец тут же ковал, там плетун, плел, это большая редкость. И поэтому чем больше будет вот таких людей живых, на самом деле красит эту точку географическую не пространство, а люди. Понимаете? Люди красят пространство. Поэтому чем больше мы познакомимся, найдем таких людей, это значит, что в дальнейшем мы можем вместе делать какие-то проекты. В этом году фестиваль проводится в пятый раз. Мероприятие направлено на то, чтобы сохранить образцы обрядового фольклора и сформировать эстетические вкусы у подрастающего поколения. Мария Кузьмичева, Анастасия Юшкевич и Александр Моисеев. Телеканал ЛРТ. Всем привет! Я Анна Троян. Вы смотрите ЛРТ. Подписывайтесь на наш канал на Ютубе и ставьте лайки. Будьте в курсе самых важных событий. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова